Здравствуйте, уважаемые пользователи сайта загадки.pf.ru С вами снова я, администратор сайта. Сегодня я выгляжу вот так. Это кубик Рубика. И мы начинаем второй видеоурок по сборке. Сегодня, как вы уже сделали вчера, вы купили кубик Рубика, если у вас его не было, покрутили его. Возможно, у кого-то получилось что-то собрать. Возможно, кто-то собрал, поставил на место кубики верхнего слоя. Им будет легче последующие два урока. Вот. Сегодня урок будет довольно короткий и посвящен будет верхнему кресту. Первое, что нужно сделать при сборке, это выбрать грань за основу. Ту грань, которая у нас будет смотреть наверх. Выбираем зеленую. Теперь наша задача поставить боковые кубики, двухцветные, на свои законные места. Здесь должен стоять какой? Конечно же, желто-зеленый. Желтым вниз, зеленым наверх. Как мы это делаем? Тут нет никаких интересных приемов. Все довольно-таки просто. Мы находим этот куб на кубике. Желто-зеленый. Вот он. Нашли. Нужно его поставить вот сюда. Да? Вот. Мы его подогнали сюда. Желтый совпал. И теперь, чтобы вывернуть его на место на свои законные, нужно сделать один поворот. Вот. У нас стал желто-зеленый на свое законное место. Этот куб мы поставили. Продолжаем. Сюда нужно поставить зеленый, красный. Вот он. Пробуем. Вот. Цвета не совпали. Как мы можем поступить? Допустим, мы можем поступить вот таким вот образом. То есть, зеленый отодвинуть, совместить их через бок с красным и поднять наверх. Тут этот видеоурок, это один из немногих видеоуроков, где придется немножко думать. То есть, вам нужно думать, какие движения нужно совершить, чтобы поставить вот эти кубики на свои места. В принципе, это довольно просто, если потренироваться. Тут я вам расскажу одно очень важное правило. Вообще, наши видеоуроки будут состоять из свода правил и приемов сборки. Итак, правило первое. Называется оно правило компенсации. Любое вращение грани приводит к разрушению части, определенной части собранной. Чтобы это разрешение свести к минимуму, нужно всегда делать компенсационные повороты. То есть, допустим, нам понадобилось поворачивать вот эту грань, чтобы, ну допустим, чтобы вот этот кубик убрать куда-то. Мы можем это сделать, но обязательно должны вернуть на место. То есть, всегда помните о разрушении кубиков. Если вы делаете какой-то необдуманный поступок, то возвращайте грань в исходное положение. То есть, вы сделали поворот вниз, вы обязательно должны сделать поворот наверх. То есть, нарабатывайте механическую память. То есть, какое-то движение должно компенсироваться. Какое-то разрушающее движение в кубе должно обязательно компенсироваться, дабы восстановить разрушенную часть. Understand? Отлично. А мы продолжаем сборку. Теперь нужно поставить сюда зелено-оранжевый. Вот он у нас рядом, но стоит не к оранжевому, да? Чтобы его поставить к оранжевому, я предлагаю поступить так. Опустить его вниз. При этом, видите, мы ничего не разрушаем. Эти стоят на местах. Туда двинуть. Теперь он стал оранжевый к оранжевому. И поднять его наверх. Оранжевый-зеленый у нас стал на свое законное место. Остался зелено-белый. Он у нас стоит вот уже здесь. Нам повезло. Все, что осталось, подвинуть его наверх. Вот у нас собран крест. То есть, вот эти кубики боковые стоят на своих местах. Это значит, что собран крест. Вопрос, как у меня не получается. Пробуйте. Крутите кубик. То есть, базу я вам показал. Все, что необходимо, у вас уже есть. Вам осталось подумать, попрактиковаться. И все получится. Одного дня, в принципе, достаточно. Задание вам домашнее. Сборка верхнего креста. Один день вам даю, одни сутки. Вот. Крутите, пробуйте. В принципе, одного хватит с головой. Кто научится без проблем, соберет крест на одной грани, делайте крест на других грани, чтобы вы привыкли собирать цвета. Запоминали движение рук. Механическую память формировали. На этом. И правила компенсации всегда помните. То есть, пробуйте разрушать куб, но всегда возвращайте в исходное положение разрушенную часть. Сейчас я разрушил, не могу сделать поворот в обратном направлении. Что-то тут мешаются кубики. Попробуем. О, работает. То есть, всегда делайте компенсацию. Смотрите, опустил, повернул, поднял. Опустил, повернул, поднял. То есть, начало и окончание действия должны быть противоположны. Это и есть правило компенсации. Желаю вам удачи. До встречи в следующем уроке. Заходите на наш сайт. Пока.